всем здравствуйте всем привет дорогие друзья и зрители моего канала с вами я влад и порт мой никли добро пожаловать на очередную реакцию на очередную реакцию связаны как думаешь почему меня нос потому что ван писик ван писик когда имеется нос тоже соответственно тут на месте имеется вон одевается так вот красиво и конечно же на мой корабль что ты падаешь то я еще не упал подожди на мой корабль на мой корабль заходите и добро пожаловать тут вкусно готовят тут хорошо проводит время тут улыбаются люди ребят давайте как говорится с хорошим настроением влетать в новый рассказ от дончика потрясающего канала который пилит контент и до сих пор продолжает мне один совсем недавно стукнуло 100 тысяч подписчиков и я очень рад за него просто невероятный гигант носик аккуратненько сюда ставим он будет здесь вместе с нами на протяжении всей сегодняшней реакции друзья мои ну что мы закончили предыдущую реакцию на моменте когда мы приземлились приземлились на своем корабле с невиданных высот да с этого мира там острова да мы там конечно подворовали чуточек гигантскую то кстати волыночку которые могли испереть не свалили потому что нами намечки не было с нами да ну ничего страшного ничего страшного сегодня мы будем обидать наши вот этой вот невероятной команды записано луфи зора нами усопчик санджи чоппер бенфренки бруки джейби хотя еще кое кого-то нету в команде между прочим а их уже упомянул ну что правильно записал записал их да в общем то что буду ждать этой серии да все что угодно да все что угодно потому что на наш корабль предыдущей серии кто-то напал и нам нужно будет в этой серии разобраться с ними кто посмел ляха муха на наш корабль корабль который единственный наплывет до клада ванписа до этого сокровища кто посмел или же настойте обгонит а кто его знает еще много-много-много-много серий впереди вас ожидает и что на самом деле произойдет никто из вас не знает хотя вы читатели манг рано по любому знаете больше чем обычные люди которые смотрят их там больше тысячи серий аниме это тогда вы еще и плюс мангами закрепляете успех и знаете еще больше чем те которые знают вот напишите до ванписа там банках добрались или ванпис еще никому не покорился до сих пор ну кроме там кое-каких людей собственно говоря и кстати для меня откровением стало что у робин есть невероятная возможность любые руки у меня пять пальцев она может сделать 10 15 20 45 68 356 этих пальцев вот такая у нее способность фрукта имеется прикинь я вообще обалдел кого те руки увидел и вы написали в комментариях спасибо большое за комментарии еще я был что есть и раз его такие ушки там на вакушке были у парнишки вот такие большие а почему это не спецэффект это не иллюзия это раз такими ушками было разберемся кто сегодня к нам зайдет на борт кто зашел на борт из него выпрыгнет скоро потому что луфи как капитан корабля не допустит чтобы какие-то невиданные люди были на нашем корабле нашей палубе ушли под воду отсюда а мерзкие люди поехали смотреть дончик спасибо за контент ставлю лайк на стороне конечно же девятая часть one piece и посмотрю что будет здесь да будем разбираться ща будем шарики у ее как поехали лет с голой дует поехали погнали такой вот этот можно убрать пожалуйста спасибо путешествие как лица все стартуем друзья мои носик сюда аккуратненько ставлю к палочке друзьям и вот здесь что но все вместе лежит поехали идущие моряки поют песенку ford g8 настолько неприступные что тысяча пушек делают это место самым неприступным однако это эти ребята на нашем корабле или не нашим это делать что в предыдущей серии мы упали и вроде нашем корабле уже были воры или они к нам приспосабливаются чуть-чуть вот так вот помаленьку понемножку заходят вот это интересно как моменту когда они взобрались на корабль наша dream team успела уйти вице-адмирал джонатан осмотрел оставшиеся улики нашли сокровища в нижней части корабля предлагаю утверждает этот корабль точно недавно был на джае потому короче все понятно наши ребята наша команда которая только что спрыгнула вниз увидели что их корабль обворовывают решили уйти с него да уйти с него чтобы не было последствий мы уйдем они уснут мы потихонечку помаленечку так сказать на эту корабль залезем мы там все знаем нас ничем не видеть если что потайные ходы имеются снизу где водичка мы там нырнем хобаны залезем через склад пройдем на верхние палубы поднимемся и все и отомстим я думаю план будет таков хотя зная зорча зная луфича они же могут да типа усопчика да там конь красивая тянка будет такой нифига себе они же могут просто на прямой конфликт пойти сказать вы чё обалдели наш корабль обворовывать мы добрые пираты хотя добрых пиратов как бы нет ну да ладно мы в этом аниме добрые пираты и вы корабль добрых пиратов нас обворовываете мы обворуем вас потому что вы обворовали нас вот так это будет работать предполагаю так что он попробовал кофе и такое кофе только на джае откуда он это знает и его знает мулаточка вкусная вкусная кофе откуда он знает ну как автор салхер узнает мулаточка робин наш потрясающий а можешь размножиться потому что тебя так мало для нас вместе с носатым используя свои приколдесы с руками узнает чтобы командование пока признал этот корабль как корабль призрак и продолжает его обследовать нами опа намечка намечка стоит смотри-ка да стоит получается в этот образ таких же как у них да моряков получается вторглась до косплей аля сделала и считается теперь одной из них они даже не заметили хотя странно да не увидеть такую красивую девушку непонятно как такое возможно на нее не заметили прикинулась уборщицы и встречу уборщица так его почему я думал то есть дончик нам сказал что на корабле сейчас наши команды нет наши команд на корабле есть усопчик есть наша потрясающая мула . есть рубич не робин держать пришел и теперь нам еще здесь все здесь а где где основа снов где луфи эти лазора зору уже хотел пойти поинтересоваться это кого хотели загасить проходящую на злая рыба огонь висе вышли на ближайший местный балкон нами просто берет закидывает мечи зора зора пытается их достать кукол дизм это выбор короче нами доминант нами короче кто с ней будет встречаться в этом аниме не знаю хотя как вы мне написали что в этом аниме это невозможно что сам разработчик этого аниме не допускает каких-либо любовных отношений в этом аниме потому что он как-то против этого всего в его историях можно понять наверное но что касается нами если бы у него кто-то был готовь готовься быть тем кто будет выполнять все вообще потому что по-другому с ней никак лиц этот образ какой улыбается такая комфортно максимально замечательные здесь нами отправляют убирать следующее помещение луфи и санжи прикинулись поварами вот они кстати сейчас они прикинулись фонарами этими поварами и сожрут все что там есть и на кухню где их так удачно принимают за два брата из священной земли море дзои которые сегодня должны были прибыть их встречают на понтах джессика инвертированная повариха фига себе там джессика между прочим всем джессиком джессика нихрена себе джессик так я понять не могу это наш корабль или нет может отчет перепутал может это вообще не наш корабль я этот сумасшедший это не наш корабль наверно я про я извиняюсь заранее если ты не наш корабль это вот что-то наш корабль они приземлились и их начали оборовать но походу они приземлились и сами начали кого-то оборовать или что или они решили так сказать прогадать узнать что происходит здесь чтобы потом так сказать по плану все эффективно сделать решила них тут кук батл кто круче и быстрее Приготовят еды на 100 человек Тот победил Плюс, если они ей не понравятся Работать здесь не будут Если я не ошибаюсь, то усоп хорошо готовит Так что если здесь усоп имеется, он победит Честные повара решили приготовить все из лучших ингредиентов Сан же на все это посмотрел И из их остатков собрал новые блюда Параллельно проводя лекцию о том, как важна еда Намекая на свой голодный флешбек Луфи за это время успел похавать А Луфи любитель поесть, мы знаем Он курочку обожает Джессике они понравились Вице-адмирал Джонатан решил поплавать на лодочке А то, что Джессике они понравились, это уже одна большая отсылка Я уверен в этом Дон не стал бы акцентировать внимание на каких-то пустячковых моментах Абсолютно же заявление, утверждение, да? Понятное Короче, вот эта вот девушка, которая нас Девушка, которая нас засмотрелась И ей понравилось то, как они себя проявляют Заиграет за нашу сторону Однозначно заиграет за нашу сторону Смотри, мы сейчас Втеремся в доверие Зорыч уже это делает, да? Мы понравились этой девушке Через нее мы как-то выйдем на каких-то авторитетов Данного корабля на данный момент, да? И через нее же мы как-то все это разрешим Я думаю, она основной персонаж Именно в этой лавке Нет, лавке, серии И она нам поможет Настолько мы ее впечатлим Или же я чуть-чуть, чуть-чуть, получается Сказочку рассказываю вам, да? Почему нет? Внимательно рассматривая горы вокруг И на его удачу он заметил Зора В поконе за мечами навернулся со скалы А все из-за того, что нами его туда направил Нами скинуло мечи, мы спалились Зора спалился, все И нами в этом виду Нами придется его вытаскивать, получается Был захвачен дозором Зора поместили за решетку из карасеки К нему приходит лейтенант Дрейк Говорит Говори, как сюда попали Вот этого мы скоро отфигачим лично, да? Прилетели на осьминоге, как на воздушном шаре Правду говори Это факт Мы так и прилетели Мы были на острове невероятном Там на небе остров есть Это не мир после смерти Это реальный остров Ты нам не веришь? Давай я тебе пну Ты там взлетишь и посмотришь Своими собственными глазами, раз не веришь Я говорю, я там был Там столько золота Мы спасли там людей Мы спасли там мир Мы там этого бога Чуть-чуть, так сказать, оттопырили от этого мира Там вообще прекрасно было Правду говорю Летеха ему не поверил и начал его пытать Нами в то время Опа А она, наверное, слабо не ходит на чили Чего там взорыча? Вообще плевать Разберется сам Я тут вообще кайфу Я удовольствие получаю от процесса Доела убираться Она переформатировалась в медсестру Но ей навстречу прибежали медсестры И говорят, что у них срочный вызов Капец, она нас не умеет Бегают к местному доку, педиатру Говорят, прибыл новый корабль морского дозора Блин, она ж не умеет Много травм И им срочно нужен руководитель Кабута, ой, Кабута-сенсей Отправила медсестер вперед А Чоппер Здесь отсылка по Фрейду была Кабута, может, какая-то похожая на нее персонажа А ее зовут по-другому на самом деле, да? Оказывается, был в той комнате Гений, что-то там Ему чудом удалось убежать от морского дозора А людей ничего, как бы, вообще в нем Не, этот, как бы Да? Все нормально для них, нет? Чоппер Чоппер Он же отличается от всех Почему всем пофиг? Или другие расы Это нормально В этом мире Что вот прям животные Прям ходят по палубе твоей, да? В медкомплексе Всем пофиг, да? Ну, допустим Допустим Принимает командование на себя После чего рассказывает Кабута Удивительную историю Про то, как один чел увидел Сакуру И у него все прошло Что? Потому что Сакура лечит Ты думаешь, по щелчку пальца Из педиатра Не можешь превратиться в хирурга? Смотри И эта троица пошла оперировать Бедный человек Который попался им в лечение Они же его сейчас на кусочки изрежут У них же нет образования медиков Они же обычные пираты Ну, да Годные Да, сильные Но не медики В порт G8 Прибыл уполномоченный Ревизор морского дозора Он быканул на NPC Который потребовал Подтверждения его личности Короче, парень Очень крутой Что его должны все знать И я не могу Я не должен Из-за статуса Предоставлять тебе Кто я такой? Ты должен это знать Щенок Да, типа Такое он хочет думать Здесь порядок Понимаешь? Порядок на корабле Мы все У нас все контролируется На этом корабле Только под контролем И не важно Что у нас на корабле Ходит медперсонал Который состоит из Чопера Из этого Кто там? Чопер Нами И этот И еще кто-то Да, там было Усопчик, да? Вроде я не ошибаюсь И то, что у нас там В этом Получается В поварах Там люди присутствуют Которые поварами не являются Это другое Это другое Но Кто заходит на корабль Мы проверяем Так что не надо на меня давить У меня есть приказ Я этот приказ выполняю Потому что я сейчас не выполню Потом скажу А вот меня не досмотрели Меня не допросили Я зашел на корабль Как себе домой Так что Разберитесь с этими охранниками Они Некомпетентны Да Ну нет Мне кажется Такого нет На самом деле Просто какой-то крутой чел Которого все дознают Но парень решил Как говорится По уставу действовать Но устава здесь Не надо было действовать Окей После чего решил Сам попробовать найти дорогу Его удачно скрутила Робин Поняла, что он ревизор Из штаба морского дозора Робин доминирует Получается Кухня Отправляет одно блюдо Прямиком командору Асанжи узнает Что Джессика Оказывается Замужем за командором Командор хавает Вот Видишь Я говорил Джессика Нас приведет Она с ней в браке И скажет Что это они приготовили Ему очень понравится И он Их возьмет себе И после этого Они что-то на этом корабле Сделали такое Что развернется В сюжетную ветвь В арку Или что-то такое Луфи ему помог Командор по инерции Его откинул Подошел Цель вашего визита Туризм Дохавал его порцию И сказал Что они просто Случайно сюда свалились Как можно случайно Свалиться на корабль Это ж как Как должно было совпасть Он же пришел вовремя И благодаря большой толпе Ему удается скрыться Усоб в это время Нашел их корабль Встретил местного альфу Плотника А вот Вот настоящий корабль А то что где они сейчас находятся Это рандомное совпадение Событий Что они туда попали Тот похвалил Тех кто плавает На этом корабле Они определенно Любят свой корабль За усопом пришли Морские дозорные И выяснили Что он шпион Да блин Морские дозорные Ну что Почему именно на усопчика Отстаньте от усопчика Ну сколько можно Или к главному командору Тот спросил его Имя, звание Усоп сказал Совершенно секретно Командор предполагает Что это именно тот ревизор Усоп это хорошо расслышал Притворился ревизором Из генштаба Капитаном усопом Внезапно в комнату Усоп не растерялся Понимаешь Усоп не растерялся Он вошел в этот образ И все поверили походу Глянь на Робина Глянь на нее Входит еще один Ревизор Шепард Усоп видит Что это Робин Говорит Здравствуйте Командор Это я ваш капитан Робин говорит Впервые его видят Настоящего ревизора Нашел морской дозор И так как он уже третий Его отправили Сразу за решет Они не могут разобраться Какой ревизор настоящий Родку Усоп не растерялся Говорит Уже нет смысла Сопротивляться Кандориана Как ты мог нас забыть Ревизор как мог Сопротивлялся В разговор подключился Зора Ну Зора подключается Все отключаются Мы это знаем Ребят Напишите Вот Зора реально силен Потому что я видел Такие комментарии Что типа Зора конечно сильный Но не настолько Чтобы быть самым сильным Ну конечно да Вот просто У меня всегда Зора Ассоциируется Топ 3 персонаж Ван Писа Но по вашим комментариям Иногда вот Я старые комментарии Пересматриваю Там люди прям Недовольны Они пишут что Ну Зора не так хорош Как тебе может показаться То есть Я вот не знаю Друзья мои Зора Луфи Они вот должны быть В топе Ну Луфи точно Как бы да Но Еще все говорят да Что Зора Я говорил что Зора Там по мечникам Самый лучший Потому что в топе Он всегда был Но вы написали тоже Что он не является Самым лучшим мечником Хотя он того человека Который его когда-то Одолел Он же реванш у него взял Вроде бы Если не ошибаюсь Непонятно Друзья мои Непонятно Так что ситуация сложная Хотелось бы с этим разобраться Но надеюсь Вы мне поможете Надеюсь Надеюсь Ревизора выключился Санжи и Луфи Находят проход до тюрьмы По отсутствию охраны Санжи сразу предполагал Что это ловушка Так оно и оказалось Целая Так вопрос А что происходит Отряд из НПС Пришел их штурмовать Санжи попробовал Еще раз использовать Ракушу Усопа Но вместо Ракуши от клона Получилась Ракуша запахов При помощи местных фонарей Происходит взрыв Кандариан остался на месте И дозорный понимает Что он настоящий ревизора Спустя сотни часов Ожидания И бедный намаялся Намучился Да что ж такое-то Ну все Поехали давай Тримтим бежала С зазора по прямой И прибежала Совершенно в другое место На пути у них стояли НПС Но для Луфи Это не препятствие Командор продумал План действий Короче понятно Луфи всех раскидал Командора об этом Предупредили И теперь намечается Драка Драка Но наверное Луфи на изи его разберет Мощнейший взвод Отправим Чтобы задержать их Но мощнейший взвод Оказывается слабейшим взводом По сравнению с Луфи И с его командой В то же время Устроим засаду В 88 блоке Где находится их корабль Кабата тем временем Предупреждает Тануки и нами Что здесь пираты Она сильно удивилась Когда узнала Что пираты это они Прибежали Ну что такое-то Ну они спалились опять Они там проделали Операцию кому-то Помогли человеку Какому-то И все равно Их захватили Да я так понимаю В заложники Глянь Глянь как она лежит Бедненькая Помочь может а Важали НПС дозора Однако нами продолжает Играть в маскировку Путь до 88 блока Лежит через мост У них на пути Появляется тот самый Мощнейший взвод И бойся ты их Сейчас Санджес решает Вон смотри Уже брейк-данс Начинает танцевать Говорили про пламенные сердца И они что месяцами Годами наверное Тренируются Блять Дончик король Здесь просто интонации Раздавливает Просто хорош Взвод Наговорили про пламенные сердца И они что месяцами Годами наверное Тренируются А потом просто Огребают от чуваков Которые решили Поплавать по морю Луфи Ну такова судьба Уж больно Скват Луфи Очень силен Ну ничего с этим не поделать Использует корабль Выходит из чата Невероятно мощный мост Выходит из чата Осада в 88 блоке Готова Добегают до блока Оказываются в западнике Ой-ой-ой Ну тут получается Со всех сторон И сверху И снизу По ярусам Как из этой ситуации Выпутываться Давай посмотрим Какой будет неожиданный ход Что можно в этой ситуации сделать Разворачиваться Убегать обратно Эти расстреляют их Походу сейчас как бы сдадутся Но потом когда их примут Они выберутся Я уверен Нет Дозор использует дымовую завесу А я забыл Разъем Просто разъем Там все Все Ложитесь спать Ложитесь поспать Скоро встретимся Позвоните там Когда этот Придете в себя Короче Луфи Я забыл что Луфи В общем умеет Умеет Могет И он разобрался Разобрался настолько на изи Насколько это возможно Смотри Просто Резиновая Рука И все Все раскиданы Просто толпа Верхний Нижний Ярос уже не имеет никакого значения Вообще Луфи это не сильно мешает Однако атака устраивает Френдли фаер После чего его ловят В сетку из кайроссеки Пососал Дримтим Так Адончик К Луфи не очень Да хорошо относится Потому что Наконец-то он Пососал Хе-хе-хе Так Нами чё-то недовольна Поголовно ловит Даунгрейд И несколько сотен НПС Становятся для них проблемой Однако Нами и Кабата Появляются в нужный момент Они притворяются Заложниками Или Теха Решает с ними договориться Они проходили на корабль Другой ассасин Морского дозора Хотел забрать и Нами Да за что У него не получилось Благодаря теневой игре Альфа-деда Корабль спустился на воду После чего Дримтим В срочном порядке Забралась на борт Вид Мне нравится выражение Нами Это просто моё почтение Где-то здесь Посмотрите на это Посмотрите Я не знаю Вебкой закрываю или нет Но тут Нами просто И посмотрите Что с Луфи творится У него просто Голова принимает Такие Такие Интересные формы Что даже сложно поверить Как можно выжить После такого попадания Ну ладно Нормально всё будет Луфи необычный всё-таки Чего Дримтим В срочном порядке Забралась на борт Вице-адмирал Джонатан Говорит Не паникуем Созвонился со сценаристом Знает как продлить Ещё на несколько серий Не в мою смену Дримтим Отсылка на то что Много арок И в арках много серий Типа от Дончика Ну допустим Вообще не думай Там латочки Однако она тоже Успешно забирается на борт Собой принесла карту Так Что за карта Кстати давайте Акцентируем внимание На этой карте Потому что это важные продукты Точнее важные Важные вещи Успешно забирается на борт Собой принес Так Карта Но я не думаю Что это карта До ванписа Это карта Вот местности Да Которая у них Здесь рядышком Находится Окей Присла карту И за ними направилась погоня НПС пробовали по ним стрелять Однако Луфи на Изи Отражает их снаряды В дверь Которая сильно мешала им пройти Что? Что-то появляется из дыма Да Бля какая Ты кто? Это же Ты кто? Командир Бизм Только из нового анимешного ивента В мире кораблей Офигеть Там А это реклама да? Прямо сейчас В игре коллаборация С Азур Лейн И весь флот воздавили Эти милые Прикинь да? То есть В игре World of Farships Имеется Какой-то этот Аниме Как он называется? Аниме сезон да? И в этом аниме сезоне Вот такие тянки там есть Что можно сказать Одобряем Одобряем конечно же Одобряем тянок Просто одобрение 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 Я не знаю Много ли это Сумма или нет Но Что есть то есть Ирошоу как Для легкой води Нужно водить очень Бариши командиры Пора играть По карте нами поняла Что там мелководи Нужно водить очень аккуратно Но перед тем как они уплыли Нами заметила Что золото пропало Понятно Для нами Это самое главное Это Бали На Бали Мы знаем Она любительница денег И так далее Естественно Она недовольна Что все награбленное Да Справедливо Награбленное ею Как бы ушло В неведение И она такая Говорит Давайте возвращаться Вы обалдели Нас ограбили Нас Грабители Ограбили Вы что Обалдели что ли Короче Недовольна На этом Для нами Это вопрос принципа Она только его отбирает Но не отдает Используя последствия взрыва Обходят своих преследователей На самом деле Рентабельность Этого G8 Под огромным вопросом И потихоньку Там сокращали персонал В связи с чем Есть блоки Которые давно Не используются И там можно Хорошо спрятать корабль Вот Вот плечо карты Нужно чтобы Как раз Те тонкости находить Вот мы и нашли Эту тонкость Сейчас корабль Там прифартуем Спрячем Никто до него Не доберется И дальше Мы будем делать Свои дела Маскировали его Под морской дозор И решают разделиться Чтобы быстрее найти золото Усоб почему то Распределяет Кто куда пойдет Говорит что нами Отправится за своим Болновиком А вместе с ней Пойдет Санжи Все там на Сатаму было Что там на Сатаму было Подожди 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 На Сатаму позирует Что там за пози Позирует Так ну здесь Позиции нет Никто распределяет Кто куда пойдет Говорит Здесь какой то стопкад Говорит что нами Отправится за своим Болновиком Вместе с ней Пойдет Санжи Санжи Не до конца Увидел что там позирует Потому что что то черный экран Что то как то Чуть-чуть во время монтажа, наверное, что-то не сошлось Что-то не срастилось Ну да ладно Согласен, ну что нам миг Зора подкатить не получилось Палочку взять И вот этот Денчик Окей, 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 окей Хорошо, хорошо Да нет, нормально Нормально все будет Сан же подкатит кому надо Ударные силы нашей Dream Team отправятся в сейф где, вероятнее всего, находится золото. Но, наверное, там золота не будет, потому что эти ребята уже это золото перепрятали, я уверен. Джонатан говорит, в шахматы играют 300 миллиардов лет на триллионах планет. Своей вловле пиратов настолько преисполнился, что точно знает, где они и когда появятся. Ревизор генштаба морского дозора Шепард, конечно, хотел взять управление на себя. Джонатан не против, чтобы он помог. Ну, абсолютно уверен, что Джонатан, вроде так сказать, шарит, да, в этой теме, как он говорит, он на опыте двигается, да, но на самом деле, на самом деле здесь провалится. Его переиграет наш склад, наш склад Луфи, да, и абсолютно изи справится с этой миссией по обворованию его. Они переиграют его, со всех точек зрения, потому что по боевому потенциалу наших ребят не переиграть вообще никому. Ну, как, может быть, да, может быть, мы не знаем, что будет дальше, но пока что все оппоненты, которые были, давали отпор хороший, но когда Луфи заряжается, все разряжаются. Так что, я думаю, наши ребята, конечно же, справятся и все будет хорошо. С нами с каждой серией хорошеет. Сто процентов. Собираются до того самого хранилища. В Луфи не получается его пробить. Внезапно это все план Капкан. Они оказываются заперты несколькими огромными стальными дверями. Сейчас резина сработает. СО пробует взломать дверь впереди. Через несколько минут у него получается. Огромная дверь упала вниз. А там их встретил ревизор Ашепард. Мы же только что с ним отсиживались. В троечка там отсиживались. Они его там не узнали. Сейчас он за них притапливает. Точнее, не притапливает, а прям играет за них, получается, да? Сейчас мы будем драться с ним, получается, да? Ну, сейчас разберемся и отправим его обратно в тюремную. В тюрьмицу. С генштаба. Достал пушку, говорит, совершенная модель с одного хука выносит корабли. После чего случайно стреляет не в ту сторону. Лучше бы он сидел в этой тюрьме, да, друзья? Вот напишите, что думаете по этому поводу. Вот лучше бы этот ревизор рассидел в тюрьме или стрелял вот так вот. Не в ту сторону. бы! Ребят, ну что это такое? Ну что это такое? Почему так он затупил затрагу? У тебя была возможность стрелить в склад Луфи. Нет, он развернулся, стрелал в другую сторону. У тебя что, биполярка или что, расстройство какое-то? Что случилось? робин помогает проделать это ему несколько раз муги варам удается уйти собрались на берегу думают над новым планом капканом вероятнее всего сокровища там где они ожидают меньше всего нами и луфи сели в мотоцикл и ворвались в комнату вице адмир они в гости приехали да кстати вот золото реально муги варыч и знали куда и вот получается к это основная ком хотя это может быть не клад маловато как-то до его здесь рала джонатана он этого ждал но не ждал что они придут именно через окно подготовил с собой пару десятков mpc десятка дофигище их ребят если луфи еще раз говорю резину использовать как мы видели раньше что тогда то эти ребята просто вот так в стенку прижмутся и все и ничего не смогут сделать его снова выносят как лоу скиллы одной сеточкой кстати сокровища и правда оказались там нами не растерялась кручу верчу тучу на мучу снова использовал свой грозовой прием забирает луфи драгоценности и сваливает че патри а вы говорили мне а вы говорили мне что ты бомбку там 6 5 на каких-то тех дальних сериях что типа нами не может на себя взять ответственность ты крыль что она сделала нами сейчас освободила луфи и спасла его и заметьте основа основ заключается в том что она не взяла этот клад а для нее как мы знаем очень важно очень важно клады золото она это очень любит и здесь она выбрала свою команду они золото мне кажется так годный поступок и здесь она доказала привязанность к муги варыч и ей не самое главное золото так что этот стереотип мы относим золото не самое главное для нами все теперь с этим живем теперь с этим же согласны ли это пишите свою точку зрения будет интересно узнать говорит джонатану что это все из-за него а джонатан намекает что его супер пушка немного помогла им сбежать почему-то джонатан не отправил в погоню на этот раз корабли а какая там скорость казалось что время позднее связи с чем с прохода уходит вода корабль сел на мель и пушки направились прямо на них вице но это опасно адмирал джонатан предлагает им сдаться на размышления дает полчаса наша dream team посидела подумала и дошли до того было бы здорово снова взлететь однако для этого понадобится осьминог по очень понятно хотят взлететь и вернуться либо обратно на тот остров откуда они прибыли либо же просто ну куда-нибудь чтоб он их то кстати отправил подальше и они там приземлились и все и ушли от этого острова подальше но осьминог сможет ли нас поднять еще раз или нет где говорят что у них нет осьминога а луфи оказывается есть он малюшка надеюсь это никак не связано с пучиной усопа добровольно принудительно просят использовать ракушу от клона он через не хочу но все же это делает и корабль снова взлетает осьминог надулся поддали огонька и успешно улетает с неприступного острова g8 до свидания горите сколько хотите вы нас не достанете больше все отстаньте до новых встреч пока ревизор шепард начинают психовать говорит что всех их забанит джессика входит в чат попутам джессика сблизил дистанцию с ревизором начала махаться губы это забанить немного переживает но джонатан говорит что все будет в порядке проплыли энное количество дней внезапно появляется туман добирается до следующего острова так я так и не понял они смогли оборовать их или нет вроде как не получилось мы с нами с вами освободила луфи но оборовать их не получилось да я так понимаю то есть золото мы то не похитили ничего страшного бывает луфи тайнуки усоп тестируют местную траву мимо них проходит какой-то длинный медведь это жир они да это медвежонок большой как всегда ест ты решил на покататься замечаю что здесь все какое-то длинное встретили таксу с длиной и кстати может быть это новый остров под названием длинно остров здесь длинные деревья тут длинные животные тут длинные облака тут длинная земля тут длинные склада тут длинные золото длинный серебро тут длинные люди тоже нас будут по получается какие-то да виднец а скорее все будет длинный босс которого нам придется одолевать и очень с длинной дистанции и очень с длинным маршрутом с длинной миссии с длинным планом скорее всего я думаю так здесь будет икс 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 доху прошли чуть дальше нашли какой-то дом в нем никого не оказалось капец лошадка реально ты глянь глянь какая красота рядом с ним стояла какая-то лошадь жираф луфи заметил двигающийся бамбук решает его сломать сверху что-то упало а корабль с оставшийся dream team прессует кораблик побольше я бы сказал намного побольше внезапно с неба упал какой-то дед он сказал что его зовут тонзит дед ну ходу ли у тебя конечно были невероятной длины мой план был построить самые высокие ходули в мире ему пришлось простоять на них 10 лет донси что ты делаешь так ребят напиши видать мужчина повидавший жизнь для чего он 10 лет стоял на этих ходулях для чего зачем зачем вот мое лицо мое выражение лица если бы я был там и знал бы что он 10 лет реально стоял с этими на этих вот ходулях для чего хорошо что на этом острове есть такие же высокие растения нет это мне кажется это рофал от дона естественно он просто еду собирал на верхних ярусах деревья из-за этого как бы использовал вот такие вот ходульки большие я абсолютно в этом уверен дончик просто опять тут сарказм сарказм дело такое или же просто вот смеется шутит тогда мне тоже нравится где-то был последний 10 лет знаешь я смотрел на мир немного с другой точки тонзит привел их к себе домой поискал что-нибудь паховать нашел только десятилетние протухшее молоко которая по идее превратилась сыр попробовал немного его почти встретил апостол пётр пыль 10 лет там пожил попробовал первый раз еду оказалось просрочно и чуть не отравился от этого дело что он из племени кочевников каждые три года они перемещаются раз три года вода уходит и появляется возможность перебежать на следующий остров короче понятно остров с испытаниями скажем так потому что испытание заключить в том что раз три года вода просто испаряется и тебе надо искать новое место а кочевники так и раз те кто кочуют по местам и ищут эту воду наверное блин сложная судьба у деда сложная говори что благодаря его в ушаде он сможет догнать своих за пять лет внезапный флэшбэк лошадь хочет дождаться деда челиксы из племени попытались ее взять с собой но в итоге оставили в да блин ну вы чё бросили лошадку ну куда ну зачем почему за на кто-то в нее стреляет ну гевара вы кто такие эликсира храбрости наглотали так смотри-ка вот такие три персонажа так я еще вспоминаю где-то им хвидеть давай ближних ракурсов дождемся носа ты черт говоришь так это что это это что отсылка к этому вот к этому носу это конечно нос не такой большой но тоже знаете ли носасть прибавляет на самом деле этот перс похож чуть-чуть ну так сдалеко и если чуть прибухнуть хотя я не пью ни разу жизни пил на усопа согласись что-то какое-то вот что-то такое имеется но это крица моя моя видимость такая да на самом деле это вот такой перс интересный образ давайте еще других персонажей что он один из пиратов фокси говоришь они профессионалы в раздаче дэви мимолетно вспоминают как по дороге на этот остров видели корабль без мачты капитана капитан фокси подтверждают вот еще два персонажа посмотри посередине парень такой я же не знаю как у него внешность может быть он относится к расе обезьян хотя нет 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 осуждая максимально себя потому что я думал что у него лицо обезьяне да на самом деле это человек просто такого своеобразного вида почему у него здесь этот расположен вот этот покрывало скажем тогда наверное солнышко от солнышка открывается что касается девочки девочка симпатичная но опять же нос у нее как у этого слева человечка интересным образом выглядит не знаю зачем ей шапка в такую жару прикинь у нее здесь все как бы а так как будто бы мне типа мне жарко да вот она в таком откровенном здесь такая аккуратная курточка синие волосики очки окей но для чего тебе шапка может быть отсылка на то что она летает на вот этих вот кораблях которые летающий и воздухе реально холоднее там ветер больше не знаю да напишите кто знает что про этих персонаж посередине тип просто решала какой-то решать ситуации но он явно двигается медленно и его выносливый тип перебьет на дистанции будет не убегать вот округами тот устанет и потом ход нахлобучит ему так что это dream team мне кажется и себя многого не представляет может быть и конкретно ошибаюсь но мне кажется это не соперники нашему нашей команде муки варе скажем так так что ребят вы вы подойдите отойдите от нас или же с добром либо если со злом то мы вас по быстрому чих-чих пых пых и уйдем в закат в закат на корабле нашим все до свидания что это они их несколько раз выиграли оставшиеся npc тем временем беседуют с командой фокси тоже узнают про раздачу дэйви на вот их команда да такая все о гляньте какой кадр когда она успела переодеться переодеться она же была только что в костюме этого медперсонала наверное уже переоделась перспективы играть по правилам каких-то левых типов показалось странный короче нами сказала и поддержала свою команду бодрым духом что мы подстраиваться ни под кого не будем если уж подстраиваться кому-то надо то можете под нас подстраиваться вас трогать не будем но чтоб мы ему геварыч под вас подстраивались но такого не будет получается да озор и санжи типа это вызвал короче посчитали что это будет типа зашквар и если откажутся ну короче приняли бой решили согласиться луфи выстрелил из пистолета что означает его согласие на участие в эту игру ставкой в раздаче дэйви может быть все что угодно в том числе и накама команда фокси устроила там какой-то что происходит там просто усопчик санжи бегает даме думает куда я попала что происходит кита правила час игра и не дай бог проиграем еще короче рискованной дежуха фестиваль начинают игру комментатор это мимидзу объявляет первые спута короче не будет драки будет какой-то прям испытать классная акула глянь акула в таких оранжевых цветах мне нравится классные животные они построить из трех бочек себе лодку а потом устроить водяной форсаж по периметру острова короче будем круги наворачивать на лодке кто быстрее доберется до дистанции или там круговая не знаю тот победит а что что будет тому кто победит я не понимаю наша дриптим как могла сделала себе лодки и уже со старта команд противника больше чем у могила первый этап раздачи дэйви начался трое типа самых хитрых нпс которые глянь что за лодка такая большая это вообще законно нет но она по-любому медленная тут среднячок среднячок за решать я уверен в этом так что наши ребята то что у них меньше размер это не имеет никакого значения ща вырвемся взяли себе супер огромные бочки сначала открыли одну из них и грубо говоря из-за этого появилась огромная волна это вынесло пару команд парочка из уцелевших попробовали бы кануть назора тот пошел в размину вынес двоих но они зря сделали экзорыч лучше не прикапываться был дисквалифицирован луфи в это время придумал закручивать и раскручивать свои руки создавая некий двигатель так у них получается обгонять фаворитов кстати почему никто не запрещал пользоваться да пользоваться нашими невероятными способностями луфи хорош запна у него закончилась стамина и команда порчи снова впереди да блин ними белом с кораллами а фокси верхом на гамбурге вы нормально ребят мы только по воде и дистанции про проходим это читерство готовит свою очередную подлость вокруг кораллов образуется специфическое течение фокси обмудок использует свои приблуды создает дымовую завесу однако нами в своем навигаторстве настолько преисполнилось что выбрав супер специальный маршрут им даже не нужно смотреть на дорогу но это нами нами на опыте действует знает всю площадь у нее получается вот этот вот знаешь подводные камеры есть которые смотрят но эхолот если я не ошибаюсь он называется и она получается поэтому эхолоту который находится в голове естественно знает маршруты и где проходить правильно чтобы не книг кораллы там ничего не за дело чтобы не как раз подводное одно было без камешек и так далее так что нормально все а вот команде фокси пришлось применить читы а именно рыба человека в качестве мотора наша dream team уже была на финальной прямой 1 жаль обгонят а а к ублюдочный черт использует дура дура луч и команда фокси каким-то чудом побеждает табли ну чё гоните что ли в честной гонки бы вы бы проиграли а они такие говорят а кто-то говорил о честной гонке ребята в one piece перетекает форсаж кто бы мне сказал что в one piece имелись гонки когда-то я бы просто сказал вы чё гоните что здесь драки драки на первых местах стоят но чтобы гонки были гонки ребят мне нужно от вас информация я знаю что вы знаете в антисе все это единственный случай когда испытанием была гонка и кстати заметь они проиграли здесь потому что они не гонщики они больше под раком под раком они больше напишите пожалуйста они реально первые последние разгоняли или еще гонять будут реально чтобы это было состязание будет интересно узнать от вас жду информацию окей ну победили сейчас ну что сказать главный победа участия хотя кому я как говорится да вру главная победа всегда победа но нас здесь победили но это было нечестно хотя мы тоже как бы четыре ли там руками так далее на другая нечестность небольшое объяснение он посмеялся после чего наглядно продемонстрировал как своим лучом может ставить физику раком на 30 секунд короче лучник сильный ли он лучник или это так кажется что он сильный прошествию времени все возвращается обратно в награду за первую победу они забирают тануки себе чё перри немного приуныл на него надели маску тот говорит что стал пиратом только для того чтобы помогать мугиваре зона говорит это чё пират отпустите просто куда на часть мугивара что-то забрали вы обалдели что люка обратно вернули его быстро откнись ты мужик или где если что просто возьмем и раскидаем его 500 человек не по сути говорит не парься сейчас мы тебя отыграем так как один из их команды выбыл в следующем раунде у них будет минус один по участникам еще одна гонка сейчас будет окей сейчас мы проанализируем то что где ошибку допустили его способности все мы знаем знаем как этому приспособиться сейчас выиграем комментатор объясняют правила хмельного ринга есть две команды хмельной рынка и два кольца кто первый забьет в кольцо противнику победил в качестве мяча выступает один из участников команды санджи и зора сначала они могли определиться кто из них будет мечом против них выходит три гига лоу скилла третий который самый большой нацепил на себя шапочку меча типа чтобы было сложнее попасть короче у нас некое соревнование здесь происходит сейчас мы чопера отыгрываем да но что будет после соревнований драка полноценная или все мы попрощаемся друг с другом и пойдем в освоясь и все вместе я не понимаю что происходит а санджи и зора до сих пор не могу определиться кто из них будет мечом нами сказала что нами решаем вопрос санджи очень идет эта шляпа и он согласился быть мечом со нами хитрая хитрая солнышко она специально сделала чтобы они не дрались уже так говорится играть играть мы как говорится уже настроены а здесь если бы они дрались 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 дальше как говорится силушки бы ушли от нас ушли бы силушки от нас вот она и как говорится славно сказала зная что санджи как говорится выполнит практически все что она скажет так получилось что она выполняет то что она говорит тебе идет эта шапочка санджи идет я одеваю эту шапочку себе на головочку все поехали он мячиком санджи захотел сразу дать пащам самому здоровому но внезапно он из семейства тритонов и все его тело супер скользкое санджи мгновенно передать опять очередной этот тритон для хамуха ну скользкая ты скотина ну что ж поделали как пас но перед тем как гамбург успел забросить санджи в кольцо зора взял за ногу ближайшего нпс немного поднапрягся и закинул его в нужном направлении санджи решил не отставать пришел в себя и они нанесли двойной урон по нпс гиг это хорошее попадание это хорошее попадание голу скилл решил играть по серьезным бежит за ссоры санджи в ботинках с шипами по идее любое оружие в этом баттле запрещено а судья делает вид что этого не видят нахрен этого судья судью на мыло блять ты охренел что ли суди суди нормально что это такое то происходит осуждаем максимально такое поведение блюдок санджи прописал ему по щам а судья дал ему желтую карточку и сказал а мы тебе глаз красный сделали все с поля вышел дал еще раз и будет красная тут уже луфи хотел прописать ему по щам но усоп его остановил два других нпс пришли в себя один собирается использовать железные кастеты на 2 шипы раз за разом использовали различные фаталити в итоге зоро и санджи выходят из чата да блин кого я пья я давно не видел в таком состоянии санджи и усопа смотри в этом соревновании они реально чуть-чуть ну приунылись скажем так в этом соревновании не дотянули ну не профессионал они это их не базовая ситуация не каждый день в этих соревнованиях участвует естественно и многого не знаю жалко жалко ребят но неужели мы 2 0 сейчас будем проигрывать как могли подумать три лоу скилла зоро и санджи немного полежали поговорили и пришли к тому что готовы 10 секунд работать совместно в то же время лоу скилл 1 достал железные биты 2 а почему бы и нет все по правилам где ты судим походу глаза закрылись полностью от того что как мы там ему надавали ща по щам луфи врывайся а третий железные приблуды санджи на изичах выносит это брейк-данс называется зора со словами настоящему мечнику меч не нужен использует пушку без мечей наносят немного урона здоровому после чего санджи запускает зора наверх тот захватил огромного гига лоу скилла и сделал им данк это называется командная работа это спорт где нужна командная работа здесь мы санджи да вот зора санджи проработали эту схему вообще потрясающим образом что если бы санджи вот так не запульнул то мы бы не пробили его головой прям центровую башню которая нам нужна была и не заработали баллов за 10 секунд по сделали больше чем за часы работы до этого реально совместная работа решает здесь красавцы это командная работа молодцы за победу во втором раунде нужно выбрать раду несколько нпс из команды фокси думаю что он точно выберет меня нет меня барабанная дробь нами остановила луфи говорит что чисто тактически лучше забрать их капитана потому что у него есть дура дура луч штука крайне неудобная короче берем его потом выигрываем третий раунд забираем шопера обратно изи вин луфи г проработанный план спорит анами предлагает говорит изи для меня не существует и поэтому в награду берет вместо тануки лошадь тонзи то шери это блин ну это нелогично нам нужен тот тип у него лук сейчас этот оппонент будет нам мешать собственными вопросами раздергивают у понять что происходит и просто вот так вот раздор раздергивает чучу 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 раздергивают облину нелогичная ситуация почему не послушал сейчас с нами почему он не послушал усопа почему не послушать свою команду я думаю сейчас догадаемся мне может быть он конечно прав будет в этой ситуации но кто его знает на самом деле как он будет поехали смотреть но пока Пока что мы 1-1 получился счет Потому что там уравняли мы, уравняли там С этого немного выпали резиновый шашлык Если он ее по беспределу у него забрал Просто дай ему по щам и верни ее обратно Но Луфи вообще их как противников не особо воспринимает Говорит, что в третьем раунде на изи раскатаем И все будет красиво Надеюсь, ты прав, если нет, то мы опозоримся получается Тонзит за это сильно благодарен Луфи Следующая игра, гонка на роликах Опа, гонка на роликах А это интересный вид спорта Главное не упасть с этих роликов, можно поломаться серьезно В этом роличном форсаже будет 5 заездов И в команде Мугивара какому-то из игроков придется ехать дважды Луфи сразу взял задачу на себя Однако внезапно выяснилось, что он не умеет кататься на роликах Да блять, Луфи, зачем ты наберешь себя на то, что не умеешь? Ты только встал на ролики в первый раз в своей жизни Говорит, я два круга проеду Ну ты подводишь команду Так, либо он научится сейчас за 2 секунды это все сделать Либо вы проиграли к чертовой ядрёне Все, конец, габела, катастрофа, гейм овер Проигрыш Первый заезд выиграла команда Фокси Несмотря на все старания команды Мугивара во втором тоже В следующем раунде 2-0 О, вот этого мы парня видели, он в топах мелькал Снова участвует Чикичита Робин помогает Усопа его догнать Робин вообще мощна Робин, видел как она прям профессиональным образом двигается Молодец, Робин А так он все равно слишком быстрый Сам же внезапно понял, что Чикичита и Гепард Спросил у деда, есть ли тут Киви Оказалось, да Просит, слэш приказывает Зора Срубить его и принести сюда Потому как это единственный способ его остановить На сцену падает дерево Киви И Гепард внезапно выходит из чата Потому как, по идее, он из семейства кошачьих А Киви из рода Актимидии Вызывает эйфорию у кошачьих Нихрена себе Это реально, да так? Это реально? Жесть Я тоже, как усоп, обалтеваю Короче, пока что соревнования реально весело проходят Реально весело проходят Короче, Санжи зарешал В следующем забеге участвовала Робин И она оказалась тупо лучше Робин, хорош Просто доминация Робин, просто молодец Стабильно, как никто другой Она реально стабильный персонаж Вообще, просто вот не прикопаться И Робин самый стабильный персонаж Из всего сквада Мудивары Я вам говорю серьезно Напишите для вас, кто самый стабильный персонаж для вас Для меня это Робин Эта мулаточка, как называют ее Дон Вообще сногсшибательна Она всегда стабильна Ее руки всегда там, где надо Ее взгляд там, где нужно Ее голова там, где нужно быть И мозги шарят просто потрясающим образом Мое почтение, Робин Пока Робин бежит, носатые нами Воздействуют на капитана Фокси Красава Лох Красава Лох Что-то происходит, Дончик Красава Лох Понятно, он встает И они выводят его в состояние вот этого равновесия Чтоб он свой луч не мог использовать Свою стрелу не натянул с едевой Фокси временно выходит из чата В последнем раунде участвует Луфи Он наконец-то преисполнился в катании на роликах Научился Я говорю, ну опять же Луфи такой персонаж, который может приспособиться Ко всему, ко всему угодно Напишите, если я не прав Что типа он не может приспособиться Но пока что он доказывает всегда Что нет невыполнимых задач Не умею кататься на роликах Научусь кататься на роликах Что времени мало Да плевать, мне достаточно И вот, пожалуйста, он уже комфортно себя ощущает на этих роликах И спокойно, спокойно преодолевает дистанцию Молодец И благодаря тому, что Робин заблокировал его дура-дура лучи Команда Мугивара держивает победу Таким образом, раздача Дэйвис Мугиварцами Заканчивается ничьей Главный Лисов Мудок подходит и говорит Ничья это не серьезно Ну понятно, ничья Это там типа 2-2, 3-3 Хотят довести до победы Давайте решим, кто лучше Испытание последнее сейчас будет, да Может быть драка, да Если драка, то мы выиграем изначально Если что-то другое, то имеются вопросы Короче, последнее испытание сейчас водится Как типа победный гол, там Золотой гол, как его называют Раньше он был, да Сейчас убрали Может быть что-то такое сейчас будет До победы, короче, идем Один скват должен на 1 очко быть впереди Мы же пираты, давай повторим Носатый предполагает, что он своим дура-дура лучом Повредил себе мозг На Луфе решил стрельнуть Да, конечно, погнали Они его пинают Они его в прямом смысле, как говорится, ругают И Усок немного недовольный Немного недовольный Просто немного Просто там от человека От Луфи уже ничего не осталось Его просто конкретно от, так сказать, отшарабанили Но, благо Луфи нестандартный, да, человечек Все хорошо Как говорится, капитан чувствует себя комфортно Посмотрим, чем это закончится Но меня бесит, что Луфи принимает Просто непосредственно Получается Вот этот вот На себя, короче, ответственность берет за всех А ведь участвовать придется всем А все остальные-то могли не согласиться Из-за этого вот странная ситуация получается Ну да ладно Я надеюсь, все будет хорошо И как бы, ну, Мугевары всегда побеждают У меня нет поводов волноваться, по идее Я волнуюсь В этот раз они будут играть в супервышибалы Это очень серьезная игра Есть книга, там, где больше тысячи правил И в этой игре плохого судью ждет Секирбашка И заметь, Робин, как всегда, все изучает Молодец Так, кто справится? Что? Какие правила? Первые раздачи Тануки и Луфи От души кинули оба меча в лицо капитана Фокси Однако Фокси остался, потому как лицо это безопасная зона Нами снова не растерялась Быстро подобрала мечи В следующий раз бросает Зоура и Санджи Уверенность в лице Уверенность в лице не просто так была Каждый из них выбил по 9 игроков Что я считаю не очень честно Потому что Зоура постоянно качается А Санджи вон просто есть Нормально, нормальная ситуация Все покидали туда-обратно Остался только Фокси Который за кадром договорился Ему подкатили единственное разрешенное оружие в этой игре Ствол в яблочко Кун Дримки А вы нормали? Почему такое оружие разрешено? Почему оно разрешено? Сначала протестовала Однако он занесен в правила Хрен Полин, она реально по правилам походу В яблочко Кун попробов Получается сейчас Зора не снесут Он очень силен Устойчиво на ногах стоит А Зора с пафосной фразой Снова разрубил мяч рукой Из-за чего был дисквалифицирован Потому как мяч разрушать нельзя Да блин, тупые правила Зачем их придумали? В итоге остался только Мугивара и Чоппер Тануки один раз засейвил Луфи Отрикошетнувшего мяча Пусть Тануки и принял лицо Но к несчастью оказался за полем Дисквалифицирован Капитаны остались один на один Ну все Ну когда капитанская разборка Чтоб Луфи проиграл Ну не может быть такого Луфи слишком сильно растянулся И один из НПС Устроили художественный фильм Спис Наш... Сука Это просто потрясающе Дон, что ты делаешь Глянь сколько тянок Обалдеть Какая самая красивая из этих тянок Напиши, пожалуйста Вроде Все достойные Даже очень хороша Шла У команды Фокси Приготовлена уже новая улов очка Они начали закидывать Луфи мечами И только парочка из них настоящий Он смог поймать все А последним, который выстрелил Фокси По совету нами принял лицом Да хоро... Я зажрал просто С потрохами этот мяч Внезапно его захавал И был дисквалифицирован Нельзя хавать мяч Да вы задолбали правила созданы Чтобы их нарушать в этих играх Вы че гоните что ли? Этот раз команда Фокси забирает себе Робин Чтобы разблокировать способность босса Дура-Дура-Луч Следующее испытание называется Дорому-Сан С каждой стороны участвует по 6 игроков Однако у Мугивара осталось только 5 Цель дойти до конца дороги И можно двигаться только когда тот дед Будет говорить Дорому-Сан Если он увидит как они двигаются Они выбывают Ну похоже на игра кальмаров Где она поворачивается И все должны застыть Отворачивается И все должны побежать И здесь что-то типа такого И Санжи убежали вперед Зора случайно заблудился Санжи решил немного рискованно срезать И таким образом догнал фаворитов На оставшихся лоу-скильных членов пати Быкует Рыба-Человек Дорому-Сан повернулся И заметил как Рыба-Человек как раз прыгнул Рыба-Человек Будь аккуратен со своими прыжками Ты чуть-чуть Это тайминг Тайминг не соблюдаешь Все он выбывает Это один-один по выбываниям, да? Как он не смог резко остановиться Выбывает В следующем промежутке Чики-Чита почти добрался до деда Однако в последний момент Дед чихнул Чики-Чита тоже выбывает Порчи вернулся Потому что не смог сдержать И начал вытираться А нельзя двигаться Таковы правила Вы сами этих правил придерживаетесь Так что готовы за них отвечать Поехали дальше Вкомна Гамбурге и Санжи Конкурируют за лидерство Санжи сумел выбраться вперед Однако перед тем как он дотрунулся до деда Услышал как Порчи-Сан кричит Успел ее поймать Потому как не может бросить леди в беде Ну исти Ну исти Тут же победа Вот перед тобой победа Но нет Я пойду помогать тянке А как иначе? Это Санжи Перед вами Санжи Добро пожаловать к Санжи домой У него такие правила У него такое мировоззрение Тянок не бросаю Дед договорил Однако Санжи активно работает ногами под водой И сверху остается неподвижным Это дисквалификация? Оу май Кадр просто сногсшибательный Согласись Это весомый кадр Не знаю Мне нравится такой кадр Что-то в нем такое есть Может у них все получится Нормально все будет Короче уверен в себе Но считается ли Вибрация воды Которая находится под водой Движением? Наверное да Так что дисквалификация Да? Или что? После того как Порча сказала Что может в него и влюбиться Он тоже выбывает Блин все Поплыл Так Вот просто у него взгляд был Уверенности И только один поцелуй Все нахрен портит Санжи Санжи Блин Ну что ж такое Ну сдержись Хоть раз Лоу скильная часть нашей Дрим Тим вырывается вперед Азора наконец-то нашел Правильную дорогу И пнул лежащего перед собой Нунеймного НТС И тот упал перед тем самым Дедом Команда Как так совпало-то? Фокси победила Луфи говорит что он готов К следующему раунду А Фокси ему говорит что он Проиграл уже двоих Остался только один раунд И может отыграть только одного Короче Он весь квад Мугиварыча потерял Понимаешь? Весь И сейчас он просто Это глупое поражение Он его пнул И тот Из-за того что его пнули Долетел рукой До судей До этого дедушки Да что ж такое? Да как так-то? Да что ж за совпадения Такие-то? Друзья мои Верите в это? Это все накручено Друзья мои Это все заранее спланировано Я уверен Мугиварыча не могут так Отсасывать Ну реально серьезно Махач по-любому одного проигрывает Работают в дипломатию Предлагают команду на команду Фокси говорит что в его команде 500 человек И в таком случае На него будут работать их дети Внуки Правнуки Пока не наберется 500 человек В принципе не вижу причин отказываться В любом случае его можно просто сместить Луфи согласен Хорош Силса Махач будет происходить на флагмане Классный каран Мне нравится такая лисия Лисия вот эта вот Выпирающая часть Однозначно хорошо выглядит Команды Фокси Правила простые Кто упадет за ринг Тот проиграл Фокси представляют как фавориты 920 побед подряд А у СО... Сколько? 920 стрик побед? Вы что гоните что ли? В это время подготовил Луфи на этот бой Внезапно Луфи вышел в афро Бой начался Как обычно начал А вот откуда этот кадр Да получается Афры То есть Вот здесь вот получается Я помню просто видел В этих В топах анимешных Мы реакцию делали Там по-моему был такой образ Я еще подумал Нифига себе А вот откуда этот образ Афры взялся Бой начался Вот получается Эти перчатки как раз Начался Как обычно Вот наши зрители В шоке От того что происходит И топят за своего Любимчика За Луфи Начал со своей гомо-имбы Однако дура-дура Луч делает свое дело Не забавно У него стриг 920 побед Мы должны забрать Этот нолик Мы должны забрать Этот нолик И одолеть его Так что парень Парень тебе хана После того как Фокси удалось Заморозить Луфи полностью Черт который зовет Себе лисом Сказал Девятихвостая Атака Девятихвостая Пошел на Типа как крутой Отошел вперед По Луфи начал проходить Это отсыл как наруто Чудо было Сить урон Не пробил Прогулялся еще по кораблю Увидел как какие-то лица Летят на него Внезапно это бомбы Луфи получил немного урона Мугивару сумел подняться А Фокси убежал Внутрь своего корабля Он знает свой корабль Как пять пальцев Луфи открыл рандомную дверь Тот прикинулся медсестрой Луфи поинтересовался Не видела ли она Тут расколота голового Пошел искать дальше Еще пара Таких же беспроигрышных маскировок И Луфи догадался Что это он Чму Наконец-то Помощник снова использовал Дура Дура Луч И при помощи инерции Закинул Мугивару В нужное помещение Там у него есть Новая машинка В итоге у Чмолиса Получается при помощи Своего Горилла Панча Зажать Мугивару Вот этот вот парень У которого Стрик 920 побед Он Хоть и как-то да Выглядит Как-то вот Как-то не очень Да хорошо Но у него потенциал большой Я так понимаю Что он сильный оппонент Все-таки да Напишите вот Если есть тиры В One Piece Оппонентов Луфи Напишите вот Тир лист Вот этот вот Парень Который сейчас Против нас сражается Он ходит В тир 1 Может быть он тир 2 Тир 3 Какой у него уровень Вот есть 5 тиров Допустим 5 тир это слабые Слабички 1 тир это Самые топовые Самые сильные 1 тир Вот куда этот парень Относится К первому стезю К последнему Или где-то посерединке Напишите Мне просто кажется Что он сейчас В Луфи Так дает соревнование Какое-то Но он как-то Уж больно Уверенно давит Напишите просто Что думаете По этому ходу Потому что как-то Он больно Реально проявляет себя Мне кажется Парень Поэтому очень сильный Очень сильный И смотря на то Что выглядит как-то Ну так Как-то не очень Но то ли еще Как будто бы Как будто бы Какая-то Гому-гому-но Резиновый отчет А там Чмолис Наконец-то Да Стрик прервался Выходит из чата Да Блин 920 побед Пошел Нахрен Я твою ночь забрал себе Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хорош, Луфи Тануки вернулся в команду Рубин любезно возвращает маску Мугивара нарисовал им новый флаг Что это было? Смотри, этот флаг Пиратский няш Пиратский няш, я бы его назвал Да блин, ламповый флажок, почему нет? Новый флаг, а также ему отсчитали 500 человек После чего он их успешно распустил Потому как они ему не нужны Это мощный поступок, понимаешь? У него был такой шанс, 500 людей перед ним Но он сказал, нормально Вы мне не нужны, идите на свобу Я вас освобождаю И тем самым в их лице он теперь человек с большой буквы Вот так Пришли попрощаться с дедом Из-под земли заспавнился длинный крот На нем был какой-то чувак Это кто такой? Сын его что ли? Оказывается это тот самый знакомый с флэшбэка деда А вот почему нам тот флэшбэк показывали В принципе Я не заакцентировал внимание на том Что это может быть отсылка на то Что впереди они встретятся Как всегда Потому что он говорил ему 3 года Ему 5 лет нужно будет, чтобы догнать И он не думал, что он догонится, наверное Потому что там все-таки И станции большие, вода нужна и так далее Хорошо, попрощались Dream Team продолжает путешествие Находят еще один маленький остров Так, что будет на этом остров? Предположить невозможно Но на вид обычный остров с зеленью Не знаю, есть ли там какие-то сокровища Ну, обычный остров Но, скорее всего, с необычными людьми Решают пополнить там запасы Высадились, пожарили барбекю Тануки сказал, мулаточки много не читать Иначе ее заклеймят книжным червем Решили Вот это, конечно, предъява Или более детально обследовать остров На земле заметили странную линию Робин что-то подозревает Что это за линия? Да, этот парень однозначно уже бывал в топах, которых мы смотрели Один из трех самых сильнейших Короче Вышли они не на того человека На кого надо было Потому что Если он сейчас воспримет все как-то по-плохому То нам будет плохо Но мы-то знаем, что Наш сквад Могиварыч Не так просты, как кажется И даже, казалось бы В тех соревнованиях, в которых мы никогда не участвовали Мы даже правила не знали Мы смогли одолеть того персонажа Который там Стрик имел 920 побед плюс-минус И своей командой там доминировали всегда Так что Как бы И ты не прост Но и мы не лыкомшиты Аокидзи Тот говорит Арара Я тут не по приказу Чисто и интересно Кусок еще раз уточняет Дай его с одной левой Кусок Все-таки ты хорош Но Давай Не надо выпендриваться здесь Аккуратнее Аккуратнее Там перед тобой все-таки Уважаемый какой-то генерал стоит Точно ли этот клоун является адмиралом морского дозора Прилег Говорит Интересовало местонахождение Ника Робин Из кустов внезапно появляются настоящие NPC Про Нику Робин тоже интересно Ему интересовало это Значит с Робина не знакомы Не отсылкали это в прошлое Что они когда-то были там вместе Где-то что-то как-то Почему-то Он там ростник дальний Не знаю что такое Напишите Чоппер их осмотрел Говорит ничего серьезного Говорят плыли Никого не трогали Внезапно лягушка плывущая кролем Но рандомное совпадение событий Что вот он наткнулся на них Для этого и халоты нужен Но эти ребята без этого плыли Корабль кстати большой Ну а рыбка-то Лягушечка тоже Знаете ли не маленькая Кораблю Кто выжил сюда доплыл Говорят чилят на этом острове уже месяц Аукидзе говорит что может им помочь Луфи сначала сказал не верить ему А после вопроса почему До него дошло что они обычные жители Морской дозор для них Это хорошо Подошли на берег моря Подготовили еды на 10 человек Аукидзе подошел Сунул руку в водичку Перед ним заспавнился огромный король моря Змейка большая на самом деле Король моря его Море Его Звать Один зубик как генеральчик Ледниковый период Оказывается аукидзе Внебрачный двоюродный Улускильный дед Эздос Он его заморозил Он его заморозил У него походу Сила морозия да есть Он так сказать Мальчик кто любит морозы Обалдеть Ничего он его там заморозил И причем Животное огромных размеров Тим сильно выпадает С того что у него получилось Тот с похерфейсом отходит Говорит Лед будет стоять неделю Двигайтесь потихоньку В ту сторону Через 4 дня Увидите остров НПС благодаря за помощь Отправляются в путь Аукидзе все это время За ними наблюдал Короче у него депрессия Может поможем им как то А Луфи Ну усоп Ну Санджи давайте поможем Сев у них на пути Говорит Луфи Что он очень похож на Своего деда Добавляя что он В свое время доставил Много хлопот И на данный момент Он решает Стоит ли их завалить Всех прямо сейчас Короче связи С Луфи Имеется По дедовской части Получается Ну слушай Вот такая вот многоходовка Конечно для правительства Они пока лоу скиллы Невидимые Но рост у них Геометрической прогрессии Про Робин говорит Что все Вот она Робин Глянь Какая классная Классный кадр Мне нравится Бывшие ее команды Вышли из чата навсегда И что они еще Сильно пожалеют О том что взяли ее В команду Робин такая Че быканул Да ну все Я нападаю Слушай Я еще драка что ли У них Одного из трех Сильнейших бойцов Морского дозора Ну Бывает Бывает что Ну Робин себя чуть поверил Ну разозлил ее Эта фраза Ну Как бы за живое взяло Умно Аокизе переходит В боевой режим Из травинок Создал себе саблю Но когда тот Замахнулся на Робин Ее спас Зора Удар Хорош Зора Молодец Ударная сила Дримтим наступает Аокизе спокойно Принял все удары И в качестве Контроатаки Их частично заморозил Как будто бы Это отсылка что В следующих Арках Ну 10 юбилейной серии Да Нас ждет сражение Вот с этим генералом Одним из трех Самых лучших Да Самых сильных Как будто бы людей Ну А позиция Сложная у нас будет Но что поделать Мы заднюю не даем Мы будем вступаться в бой Пока ударная сила Набирается сил Чтобы снова вступить в бой Он ее обнял Аокизе обнял Робин И обледеневшая Робин Выходит из чата Робин Чата Что Что Ребята Вступить в бой Аокизе обнял Робин И обледеневшая Робин Выходит из чата Так Ребята Срочно в комментариях Пояснительная бригада от вас Я знаю что Робин Жива Но здесь Ее Заледенел Хотя нет Нам говорилось Что он заледел Того монстра И он неделю будет В этом состоянии Значит все таки Это не смерть Это просто Типа состояние Когда ты не можешь ничего сделать Ну как-то сонное состояние Да ты спишь И он ее просто заморозил Для чего он это сделал Почему это сделал Походу в следующем ролике Узнаем Здесь уже конец Да Но это интересно Надо ее разморозить Хотя тут жара Как бы Будем разбираться Но мув конечно интересный Ну мне прям испугался Когда Робин заморозили Это страшно Ну парень силен Парень силен И верит в себя Жестко Хоть у него депрессия Депрессия какая-то Но все равно оппонент Очень сложный Чата Большое спасибо Во Спасибо Никоту Хорош Никот Респект конечно же Не знаю за что Но респект Что касается серии Друзья мои Ну Я тут кадр хочу Топовый кадр Кадр хочу топовый Топовый Во Вот этот кадр хочу Ребят Мне понравилось Базовое в этой серии Было Это конечно же На корабле Разъяснение Пояснение Как мы там Внедрялись В эти Всякие места Интересные Кто-то Медиком Побыл Кто-то Побыл Поваром Короче плюсики Там свои получились Не получилось Их ограбить Ну да ладно Изначально Вообще думал Что это наш корабль И что нас Грабят Не знаю Как я это Думался Не знаю Почему Следующая часть Была Это конечно же Соревнования Соревнования Мы на этих соревнованиях С горем пополам Но победили После этого Мы плыли 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 И встретили Этот остров На котором Собственно Встретили Одного из трех Каких-то Самых лучших Генералов И начали С ним сражаться И Из-за чего Сражаться начали Потому что Надавили на Робина Какую-то слабость Узнали Что он знаком Был с дедушкой Луфи А это о многом Говорит И сражение Ждет жесточайше Потому что все-таки Паренек сильный Кто победит Не могу знать Но жду ваших комментариев Вот такая реакция Получилась сегодня Как есть Так есть Так получилось Что ж поделать Ребят С вами был я Владик Ворд До новых встреч Удачи каждому Хорошо провели время Вместе Но Корабль Корабль Надо так сказать Пришфартовать К Получается Причалу И пора Сходить с него До новых встреч Удачи каждому Здоровья И огромное фаз ersten Спасибо за этот заказ Пока Щуууууууу Вау До новых встреч Удачи каждому Надеюсь вы улыбнулись Друзья мои Здоровья всем Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...